Приветствую всех любителей английского футбола на обзоре 13 тура АПЛ. Начался тур с двух довольно неожиданных результатов. Челси играл в гостях у Вилверхэмптона и вышел вперед сразу после перерыва, благодаря голу Оливье Жеру. В середине тайма хозяева отыгрались усилиями по Денце, а уже на пятой добавленной минуте Педро Нету принес Волкам победу, прервав серию из двух поражений подряд. Челси во втором туре к ряду игравший на выезде опять проигрывает и опускается на седьмую строчку, пропустив вперед Эвертон и Манчестер Юнайтед. Манчестер Сити второй тур подряд сыграл в ничью. Если в прошлом туре подопечные гвардиолы играли в гостях против МЮ, то в этом принимали довольно скромный Вест Брович. Началось все логично, а на 30-й минуте Гюндаган открыл счет. Но из счета перерыва Дроздам удалось отыграться. Во второй половине встречи хозяева владели подавляющим преимуществом, нанеся 20 ударов поворотом, но вырвать победу так и не сумели. Интересно, что после этой ничьей был уволен главный тренер Вест Бровича Славин Билич. Видимо, выездная ничья с Манчестер Сити показалась руководству клуба весомым аргументом для увольнения. На место хорватского тренера в команду пришел специалист по выживанию ВПЛ Сэм Эллардайс. Веселый матч выдали Лидс и Нью-Кассел. К середине второго тайма обе команды успели по разу выйти вперед и позволить сопернику отыграться, но концов по встрече полностью осталось за павлинами, которые чуть больше, чем за 10 минут, трижды поразили ворота Дарлоу, который в нынешнем сезоне в гостях больше двух не пропускал. Лестер прервал серию из двух побед, уступив дома Эвертону. Лисы в два раза чаще били по воротам соперника, но в створ попадали крайне редко. Хвости же забили по голу в каждом тайме, отличились ли Шарлисон и защитник Холгейт. Впервые в сезоне Ириски не пропускает два матча к ряду, да и в целом у подопечных Анчелотти всего три сухих матча. Лестер же в свою очередь всего третий раз уходит с поля без гола, при этом Лисы остаются единственной командой, ни разу не сыгравшей в ничью. Арсенал продлил безвыраженную серию до шести матчей, при этом прервал серию поражений, благодаря спасению ничьей в домашней встрече с Солдгемптоном. Счет в матче открыли гости и сделал это некогда капитан Канониров Тео Уолкот. После перерыва счет сравнял нынешний 14-й номер Арсенала Абамиянг. Вскоре хозяева второго матча к ряду остались в меньшинстве. Французский защитник Габриэл умудрился получить две желтые карточки менее чем за пять минут. В оставшиеся полчаса Арсенал оборонялся, не рассчитывая на победу. Святые, хоть и набрали всего один балл, сумели догнать и опередить по разнице мячей Лестер, поднявшись на третью позицию. Кристал Пелес вновь завершил ничьи лондонской дерби. В этом туре орлы гостили у Вестхэма и повели в счете незадолго до перерыва. Отличился бельгийский форвард Кристиан Бентеке. Во второй половине встречи Себастьян Алле сравнял счет, а в середине тайма автор первого гола получил вторую желтую карточку за грубую игру и покинул поле. В оставшееся время молотобойцы пытались вырвать победу, но как и Саутгемптон довольствовались лишь ничьей. В матче лидеров все так же могло завершиться обменом голами. В середине первого тайма счет открыл Мохаммед Салак, забивший в третьем матче к ряду. Но уже через 7 минут Хен Мин догнал египтянина, а также Калверта Льюина на вершине списка бомбардиров, сравняв счет. Во втором тайме, как впрочем и в первом, хозяева владели территориальным преимуществом, которые никак не могли превратить в победный гол. Но на последней минуте основного времени Роберто Фермино таки добился своего, принеся Альверпулю победу и единоличное лидерство в таблице. В битве аутсайдеров и Фулхам, и Брайтон имели моменты, чтобы открыть счет, но матч завершился без голов, что продлило без выигрышной серии команд до 3 и 4 встреч соответственно. Хозяева лишь во второй раз в сезоне сохраняют свой ворота в неприкосновенности. Для Брайтона это третий сухой матч. Также Чайки впервые в чемпионате не забивают в двух турах подряд, а вообще этот матч стал всего третьим безголебным для подопечных Поттера. Безголо завершилась и встреча Останвилла Бернли, что не особо удивительно. До этого в чемпионате гости 6 раз уходили с поля без забитых мячей, при этом в 4 матчах текущего сезона не пропускали. Пермингемцы также довольно часто играли насухо, и этот матч стал шестым сухим в сезоне. А вот без гола Останвилла уходит с поля только во второй раз. Ничья для подопечных Смита и вовсе первая. В последнем матче тура Шеффилд активно начал домашнюю встречу против МЮ, и уже на пятой минуте МакГолдрик вывел хозяев вперед. В середине тайма голами отметили Ширешфорд и Марсьяль, перевернув игру в пользу гостей. Сразу после перерыва Маркус оформил дубль, сделав преимущество своей команды комфортным. В концовке встречи вторым забитым мячом отличился открывший счет МакГолдрик, сокративший разрыв до минимума и обеспечив гостям нервное окончание игры. Но даже на балл аутсайдер чемпионата наиграть не смог, потерпев восьмое поражение к ряду. Манкунянцы же одержали пятую победу в шести последних встречах, благодаря чему делят пятую строчку с Севертоном. В следующем туре нас ждет очередное столичное дерби. Челси на Стэнфорд-Бридж сыграет с Вестхэмом. Центральная встреча тура также пройдет в Лондоне. Тоттенхэм будет принимать Лестер. Арсенал предпримет очередную попытку прервать серию неудач в гостях у Эвертона. Ворвавшийся в тройку Салгемптон примет притормозивший Манчестер-Сити. Шеффилд едет за первой победой Брайтон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч после выходных.